МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой. Примечательно, что эти заявления звучат из уст Дональда Туска, бывшего премьера Польши. Туск – центриск, критик правящей партии Польши, которая часто сталкивалась с Брюсселем по поводу иммиграции, верховенства закона и других вопросов. Не есть для меня истотно, что Ярослав Качинский... Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная. Между тем, лидеры партии «Право и справедливость» никогда не заявляли, что у них есть план выхода из ЕС в будущем. Варшаву можно считать относительно новичком. В Евросоюзе к блоку Польша присоединилась в 2004 году. А теперь легко может потерять членство. Хотя другие страны годами пытаются примкнуть к европейским рядам. Турция, например. Переговоры о ее вступлении были начаты еще в 2005 году. Но затем зашли в тупик. И в июне их и приостановили вовсе. Причем критикуют Анкару за отход от верховенства закона, как и Польшу. А также за ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений. Преследованиями журналистов, правозащитников и ученых. Сегодня Турции дали понять, в Евросоюзе турков не ждут. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан призвал прекратить переговоры на эту тему. Об этом он заявил в интервью немецкой газете World. Полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути сотрудничества и прекратить переговоры по вступлению Турции в Евросоюз. Ранее скептические по поводу шансов на достижение прогресса в переговорах по поводу вступления Турции в ЕС высказывался и французский президент Эммануэль Макрон. На днях, кстати, лидер пятой республики отличился еще одним громким заявлением. Президент Франции привлек внимание к своему плану по реформированию Евросоюза. Макрон не просто предложил создать независимую от США общую европейскую армию, но и заявил, что она должна защитить Европу от Китая, России и даже США. Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов. Это заявление Макрона прозвучало после того, как Дональд Трамп заявил о выходе из договора 1987 года по ограничению ракетных вооружений в Европе. Хотя Макрон и ранее предупреждал, что европейцы более не могут полагаться на США в области обороны. Аналитики же считают, что призыв президента Франции к усилению европейской роли в обороне объясняется его опасениями в отношении того, что делает администрация Белого дома. Кому нужна эта европейская армия? Надо полагать, что ни одна из европейских стран к нынешнему моменту ни экономически, ни политически не готова к тому, чтобы развернуть какой-то военный блок, либо военную структуру на территории Европы. Поэтому американское присутствие в Европе пока заменить неким или нечем. То есть хотят, но не могут, получается. Спасибо, Гульнара. Это была Гульнара Жандагулова с международным обзором.